В Нягоне полным ходом идет комплексный ремонт дорог. В этом сезоне обновят и построят новые тротуары, поменяют порядка 60 тысяч квадратных метров дорожного полотна, установят остановочный комплекс для маломобильных жителей города. На эти цели из бюджета округа выделена субсидия в размере 30 миллионов рублей. Татьяна Герт подробнее. Автобусная остановка в шаговой доступности – давняя мечта родителей, которые возят детей на лечение в реабилитационный центр. Больше 20 лет до маршруток людям приходилось подниматься в горку по проезжей части. Проектировщики учли особенности воспитанников центра. К примеру, для стабовидящих тротуар и пешеходный переход построят из тактильной плитки. С коляской мама пришла. Ей тоже так же удобно будет или малыша везти за ручку. Удобно пройти по тротуару и нет грязи. В дождливую погоду очень будет приятно, комфортно. И остановка рядом. Водители испытывают временные неудобства. Создает помехи спецтехника. В этом сезоне предстоит обновить порядка 60 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Ремонт проезжей части одновременно идет в нескольких районах города. Строители используют новейшие технологии. Гарантийный срок дают более 5 лет. Применяются там минпорошки различные. То есть применяется целлюлезная бумага. То есть чтобы был более прочным, более надежным. Плюс проще укладывать его. Он более эластичный этот материал. Ну и более красивый, так сказать. Эстетический вид у него более лучше, чем раньше был. Протяженность дорог, где заменят асфальтовое покрытие, отремонтируют ливневую канализацию, обновят и построят новые тротуары несколько километров. Масштабные работы пройдут на центральной улице Ленина. Здесь непрерывный поток автомобилей прекращается только глубокой ночью. Будет сниматься 7 сантиметров вырезаться старого асфальта, укладываться выравнивающий, подстилающий слой. И сверху уже будет идти слой щема, который гарантией до 10 лет идет. В Нягоне на объектах три дорожных подрядчика. Все виды работ компании обещают завершить в срок. Дефицита материалов нет. Асфальтобетон поставляют местные заводы. В общей сложности на восстановление дорожной сети муниципалитет в этом году направит порядка 100 миллионов рублей. Средства из окружного и местного бюджетов на эти цели выделены. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягонь.